Поехали! Продолжаем разговор. В общем-то, она рассказала свою версию, свое видение, свои ощущения и поделилась своим опытом. И теперь давай уже будем переходить к вопросам. Давай посмотрим, какие же вопросы к нам сегодня пришли. Ну, судя по тому, что вопросов не так много, я так предполагаю, что ты говорила очень доходчиво и понятно, но все-таки… Надеюсь. Да, да, а то обычно заваливают вопросами, вот тут уточни, вот тут, а тут как-то так все лаконично. Ну, умеешь ты мозги вправлять, умеешь, не отнять тебе это. Итак, Андрей Чернов, вопрос в эфир. Фрактальность необходимо понимать, в скобочках разделять, в зависимости от принципов устройства мироздания. Например, в мире духов постулат, то, что вверху, то и внизу, уже не работает. Не так ли? Не так. А как? Ну, я зачитала, в общем-то, достаточно интересную цитату Анатолия Фёдоровича о том, что мир не просто фрактален, а он структурирован, имеет вот эти ранговые уровни, да, и совершенно чётко проговорено, что законы, которые действуют на каждом уровне, они все едины. Просто меняется масштаб действия. То есть на каждом уровне кон проявляет себя единообразно. Другой вопрос, что уровни отличаются плотностью. И кон высший, он звучит как системная организующая структура, да, то, что задаёт правила работы всей системы в целом. А кон, который будет проявлен на нашем уровне, он будет адаптирован, естественно, уже под наши какие-то задачи. Но принцип останется единым. По поводу постулата, что вверху, то и внизу, не очень понятно, почему в мире духов этот постулат сформулирован, насколько я помню, в изумрудных скрижалях Гермеса Трисмегистра. И он сформулирован именно для нашего мира. Почему он не работает? На сегодняшний день можно сказать, что для нас верхом являются наши предки, правь и наши боги, и в том числе род прародитель в первую очередь. И тот кон, которому следуют они, транслируется сюда, мы живём, мы обязаны жить в этом же коне. Если мы кон нарушаем, если мы не следуем правде, как вот я сказала, мы теряем просто силу, мы теряем возможность творить, мы теряем возможность проявляться нормально в этом мире. И в этом случае, да, мы сами выбираем этот путь, мы сами можем отказаться от следования какому-то правилу и не применять его. Но результат такого действия будет весьма печальным. То есть я считаю, не постулат не действует, а мы не следуем ему. Но это разные вещи. Вот я сейчас буду выступать с точки зрения простого человека, да? Не какого-то там, который что-то знает, может где-то, может что-то слышал, начитался, просто простого человека. И, наверное, тут всё стоит на места тогда. Вот говорят, человек ходит ногами по земле, для него земля низ, вот там вот вверху что-то находится над головой. Там может присутствовать что угодно. Боги, ангелы, орлеги, леги, ну там уж как вот себе возображать, а то и находится. Да, а вот если мы говорим про духов, а вот тут вопрос как раз в мире духов по стула, что вверху, то и внизу уже не работает, то тогда вопрос, а где для них верх, где для них низ? Для человека это всё просто. Вот да, мы проявления, мы вот тут такие же, как и там, вот там случилось, здесь произошло, здесь произошло, там случилось. И можно так отследить, что здесь стоит, а духи-то, где у них ноги, где у них голова, это же бесплотские такие творения, существа, сущности. Ну, я бы не сказала, что совсем бесплотские, потому что ранжирование разных уровней, оно происходит именно по плотности. То есть они менее плотные просто. И в этом смысле правило не отменяется. Плотность внизу, разуплотнённость вверху. Поэтому для духов всё то же самое. Плотные миры, они у них будут внизу. Лёгкие миры, неплотные миры, они будут выше. И ровно та же самая история будет для более плотных миров, нежели наш. Почему мы говорим только о духах? Есть ведь миры и более плотные, чем наш. И там та же самая история. То есть плотность — это всегда низ. И в этом смысле картинка, что небо наверху, а земля внизу, она работает для всех уровней. То есть просто даже этапы уровня творения. Вот род-прародитель проявляет свою волю. И что начинается? Начинается постепенное уплотнение. То есть если мы смотрим, что мать-тьма — это первоначальное состояние. Состояние чего? Вещества. То есть оно находится в неорганизованном состоянии. Оно не плотное. Оно в хаотичном движении. Там масса энергии, но она никуда не двигается. Она находится… Кстати, вот тоже интересный момент. Она находится в движении. Но что это за движение? В принципе, существует… Ну, наша наука говорит два движения. Линейное и круговое. Но по версии моего чрезвычайно уважаемого учителя Анатолия Фёдоровича Черняева существует третий вид движения — это пульсация. Так вот, это исходное состояние энергии — это пульсация. И процесс проявления мира — это последовательное уплотнение на каждом уровне. То есть процесс эволюции всемирия — это движение в сторону плотности. До состояния абсолютно плотного. То, что мы можем назвать уже мраком. То состояние, куда свет не проникает. То есть если мы ассоциируем родопрародителя со светом, и вся та зона, куда свет проникает, живо проникает, достигает и присутствует там, там есть сила, всё это является живым, предел вот этого развития, он находится в зоне мрака, в той зоне, куда свет не проникает. И, соответственно, живы там быть не может, и жизни там быть не может. Ну, продолжаю с тобой разговаривать, как человек, случайно включивший радио. И слушающий Марину, как она вот интересные вещи говорит. Получается, что в этом мире, так или иначе, плотность есть практически у всего, в том числе и у духов. Просто мы, как более плотные существа, эту плотность ощутить не можем. Но никто не отменял того, что они себя могут ощущать так же плотно, например, в таких же телах, как и мы. А вот наши тела для них будут настолько плотны, что они даже не смогут, к примеру, с ними хорошо взаимодействовать. Правильно я тебя понимаю? Ну, фактически да. Вот можно вернуться ещё раз к цитате о том, что ячейки одного ранга, взаимодействия между собой, почти не ощущают воздействия ячеек более высокого или более низкого ранга. Ну, это невозможно просто, разная плотность. Через действия силы, воздействия, можно ощутить определённую ту или иную меру этого воздействия. То есть мы говорим, что мы с тонким миром, ближайшим, вроде как можем взаимодействовать. Мы получаем определённую меру воздействия от них, и мы можем туда что-то отправить. Со смежным миром, да, вот это взаимодействие, ну, более простым образом выстраивается. Всё-таки мы ближние. Но тем не менее потенциально вот эти ранжированные уровни, они не пересекаются. То есть это самостоятельная среда, в которой происходит, по сути, своя жизнь. Но вот правила у этой жизни, они все единообразные. Хорошо. А как ты предполагаешь себе, есть ли такое понятие, как параллельные миры, где своя плотность, своё измерение, своё время и многое-многое другое? То есть те, которые, даже находясь якобы в одном месте, они не смогут ни в коем случае вообще пересечься. Они даже друг друга замечать не могут. И поэтому взаимодействие между ними вот с точки зрения человека исключено. То есть они не могут сталкнуться, сказать друг другу привет или там до свидания. Ну, я думаю, те миры, которые ранжированы там через один уровень, ну, явно пересечься им уже совсем трудно, да. С другой стороны, вот мы в нашем состоянии, если у нас развиваются способности, то есть расширяются наши возможности, сенсорные в том числе, то мы уже начинаем контактировать с более тонкими какими-то, или наоборот, с более плотными мирами. Потому что в том состоянии, в каком большинство людей на сегодняшний день находится, это состояние, ну, такого пенька, да. Он ничего не воспринимает и фактически не живёт. Потому что очень большое количество блоков в человеке, очень большое количество морока в голове. Закрыто сознание, закрыта душа, закрыты все коммуникативные способности, сенсорные способности. Ну и человек живёт как такой вот, по сути, овощ. Он не то что там с тонкими или плотными мирами взаимодействовать не может, да он в нашем мире едва-едва себе подобными контакты выстраивает. О чём мы говорим? То есть основная, получается, проблема — это собственные вот эти возможности и способности, собственно, то, о чём я говорила. Именно через вот этот момент и возможен выход и к силе, и выход на возможность контакта с мирами другой плотности, там, параллельности, как лучше это можно называть. Так, хорошо. Получается, что у них также, у всех присутствует верх и низ. Также они могут осознавать, что происходит наверху через проходящее с ними, но их верх и низ будут отличаться от нашего верха и низа. Точно так же, как вот мы когда говорили про духов, то, что для них верст для нас вообще недостижимо, а то, что для них низ — это то, что мы ещё только-только можем где-то там осознать на какой-то там плотности приблизительной, самой-самой разряженной уровня. Вершина высокая. Как-то так, да? То есть вот это всё безгранично с точки зрения простого человека. Насколько я понимаю, это объяснить просто невозможно, потому что любой человек говорит, вот яблоко я держу в руке, вот это яблоко, понятно, вот дерево, на котором оно выросло, вот косточка, которая была посажена. Это всё я чувствую и понимаю. Воздух я могу потрогать, вот я могу его там сжать, могу его растянуть, воду и так далее. Небо я могу видеть, там небеса могу видеть, звёзды могу видеть, что угодно. А вот это как мне убедиться, что то, что говорит сказительница, всё это правда? Только через развитие собственных способностей. То есть если ты не доверяешь какому-то источнику, кто для тебя ещё может быть источником? Только ты сам. То есть такой путь, путь в какую-то религию, где есть догмы, их не надо верить, или какому-нибудь гору, который говорит, что надо делать, ну то бишь учитель. Получается так? Учитель, как правило, даёт возможность нам раскрыть свои вот эти способности, раскрыть, выйти на контакт, собственно, с какими-то иными мирами, иными сущностями, иными возможностями. Без учителя, без наставника, вероятнее всего, это, ну, скорее, невозможно даже, очень трудно это сделать. Вот. А по поводу религий, ну это отдельный разговор. Куда и зачем направляет религия, я думаю, мы об этом поговорим как-то более конкретно. Вот. А то, что касается личного пути, пути саморазвития, самосовершенствования, тут всё в воле человека. Только через волю человек может встать на какой-то путь, через волю он может, собственно, выйти на какие-то силы, через волю он может себя преобразовать. То есть, какой бы учитель ни был, если в тебе нет желания, и ты не проявляешь усилия для того, чтобы достичь каких-то новых качеств, откуда у тебя это возьмётся? Сам-сам. Да возникает, естественно, вопрос такой закономерный. На каком уровне саморазвития или просто развития, взращивания своего тела, души, духа человек должен отойти от учителя, когда он при помощи чего-то поймёт, что будет являться указующим, что всё, хватит, учитель больше тебе не нужен именно как учитель. Ну, тут у каждого, наверное, свой какой-то рецепт ощущения и понимания важности и нужности учителя. Ну, чаще всего у нас по жизни учителя меняются, потому что, ну, скажем так, вот просто взять, если нашу обычную систему образования, вот мы не будем говорить сейчас о каких-то там гуру, о каких-то высоких наставниках и учителях, да, просто когда ребёнок приходит в первый класс, его учит один учитель, программу прошёл, освоил, всё ответил, молодец, этот учитель тебе больше ничего дать не может, его программа завершена. Ребёнок переходит в среднюю школу и так далее. То есть если первоклассник пропадёт сразу к профессору, там, институтскому, они, ну, ни о чём не смогут разговаривать. Ну, возможно, профессор там не зайдёт до одного-двух разговоров, конечно, но это же не системное образование. Поэтому смена учителя — нормальный процесс. И у каждого учителя, безусловно, есть своя программа, свой какой-то определённый предел, своя мера. Вопрос соответствия возможностей ученика и возможностей учителя. Если ученик при полном доверии, при полном проникновении в то, что даёт ему учитель, приходит к тому, что вот есть вопрос, на который учитель ответить не может, значит, пришла пора. Перерос. Ладно, хорошо, давай ещё тут вопросики появились. Виктор Куприянов, реплика в эфир. Видно, Голливуд осознанно или на подсознательном уровнях выразил закон силы в известном цикле «Звёздные войны», когда герои говорили друг другу «Куда прибудет с тобой сила?» Да, кстати, разного рода напутствия, направления, пожелания — это тоже передача силы. То есть мы выяснили вот этот тонкий момент, что сила зависит от нашего ментального состояния, от того, что мы думаем, чего мы хотим, и насколько ясно мы выражаем какое-то определённое намерение. И сила как свойство воздействия через энергию, свойство перемещения, может перетекать от одного человека к другому. И вот тут как раз и возникает вот этот момент. Ведь она может быть фактически передана как жезл. Тебе говорят, да прибудет с тобой сила, но это говорят искренне, это говорят с намерением, это говорят в определённом состоянии. И ты действительно чувствуешь, что да, она есть со мной. Напутствие родителей, благословение родителей — это что? это тоже передача вот этой силы, подпитка. Поэтому вполне, да, что там Голливуд делал осознанно или неосознанно, я не берусь судить, но пожелание, напутствие, вот эти вдохновительные какие-то речи, оно и есть, это подпитка, передача определённого ресурса силы. Хорошо. Русь, ведическая реплика в эфир. Человек как овощ, а война прополка овощей. Точка. Ну, может быть, да. Кому-то и так, да. Александр, вопрос в эфир номер один. Если человек во сне осуществляет определённую деятельность, значит, он и в других мирах осуществляет свою деятельность одновременно получается? Ну, естественно. У нас есть немного возможностей. То есть, когда мы живём вот в этом состоянии овоща, мы ощущаем только своё физическое тело. И, соответственно, как я сказала, низкий уровень сознания духовного, он блокирует нам все наши возможности, и мы оперируем только в грубом материальном мире. Мы оперируем только теми возможностями, которые есть у нашего физического тела. Но мы себя мыслим телом, мы этим и оперируем. Когда сознание расширяется, когда уходят блоки, когда уходят ограничения, мы получаем выход к совершенно новым возможностям. А в чём заключаются эти возможности? Да у нас много тел. Не только физическое тело наше. И всеми вот этими телами, опять же, можно воспользоваться только в случае концентрации на каком-то намерении. Ну, тут уместно сказать, такая есть поговорка, а зачем обезьяне граната? То есть, если ты не знаешь, зачем тебе нужна сила, она к тебе не придёт. Если ты не понимаешь, какая у тебя цель, зачем тебе, я не знаю, скафандр, да? Вот ты не собираешься в космос выходить. Зачем тебе скафандр нужен? Тебе его не будет. Но как только ты сформулировал намерение, как только ты свил вот эти все потенциальные возможности, все усилия, всё сложилось, что происходит? Тебе даётся и доступ к нужному телу, и доступ к той мере силы, которая решит твою задачу. Неважно, в каких мирах, тела разные, и тела действительно могут проявляться в той ранговой вот этой ячейке, о которой, собственно, и идёт намерение выраженное. Всё замыкается на твой уровень сознания и на твой уровень раскрытия возможностей. Сидит обезьяна, долбит орехи гранатой, другая подходит и говорит, ты что делаешь, взорвётся? Да, у меня ещё одна есть. Ты про обезьяну сказала, ещё есть мартышки и очки, ну и, в конце концов, зачем козе баян? Да, если не понимают, то будет проблема. Ну и ещё давайте примем несколько вопросов. Вопрос 2 от Александра. Нужно избавиться от воздействия любых эгрегоров, пастырей. Вы согласны с этим? Ну, именно об этом я и говорила. Что является фактором ограничения наших возможностей? Определённые рамки, в которые нас поставили с детства. Нам задали какую-то программу, называйте её эгрегором, называйте её религией, называйте её как хотите. Это определённая система правил, но правил не божественных, а правил человеческих, которые навязывают нам модель поведения, взаимоотношения, реакцию на те или иные события. И вот эта калька, она становится, ну, как нашей одеждой, как нашим ещё одним телом. Мы теряем себя таким образом, мы забываем о том, кто мы, мы забываем о том, чего мы хотим реально, мы плывём только уже на волне вот этих стереотипов, этих навязанных каких-то программ. И, конечно, в первую очередь, для того, чтобы очнуться от всего вот этого мусора, я бы сказала даже, нужно отделить себя от этих стереотипов, определить, как бы разидентифицировать, где я, а где стереотип. Безусловно, избавляться нужно, конечно. Нужно идти, искать путь к себе. Далее, Александр, вопрос номер три. Наши учителя всегда на связи с нами. Вопрос лишь в нашем понимании, восприятии, умении задавать нужные вопросы. Так это или нет? Умение задавать вопрос заключается в том, что ты как минимум половину ответа должен уже знать. Поэтому бывает очень трудно подойти к наставнику и что-то спросить. Чаще всего именно потому, что ты не понимаешь, что спросить-то нужно. Ты вроде чувствуешь, что куда-то в ту сторону движение должно быть, но сформулировать не можешь. Поэтому взаимодействие с наставником, взаимодействие с учителем чаще всего основано, вот я уже сказала, просто на доверии. Потому что наставник знает зачастую на порядке больше, чем знаешь ты. И он даже вопросы не предвосхищает. Он через определённые действия, через определённые ситуации может подвести тебя к этому вопросу, может подвести тебя к определённому уровню понимания, через которое ты уже начнёшь ставить вот эти самые нужные вопросы. Поэтому, если уж у тебя есть наставник, то только безусловное доверие ему даёт возможность выхода действительно какой-то результативный проход. Ты очень как-то высокую планку подняла, 50%, половину от того, что знаешь, и после этого задаю вопрос. Чаще всего я слышу в современном обществе вопрос, который не подразумевает вообще ни одного процента знания. Примерно звучит так, ну чё это за фигня? То есть человек вообще не имеет представления ни о чём, но задаёт вопрос. В представленный вопрос ответ будет соответствующим. То есть человек никуда не прибудет после задания подобного вопроса. То есть должен быть усилие самого человека для того, чтобы он куда-то продвинулся. А вот эта вот фигня в соответствующее место и приведёт. Не всегда к счастью, не всегда приводит соответствующее место. Всё-таки иногда бывают случаи, что он именно откровенно интересуется, что же это такое происходит. Ну, это тут тогда, наверное, будет зависеть от учителя. Если учитель сможет дешифровать его вот этот код и объяснить, для себя в первую очередь понять, о чём он спрашивал, и внятно на его же языке ему донести, собственно, о чём был его вопрос. Ну, возможно, контакт состоится, да. Зависит от уровня квалификации, наверное, учителя уже. Конечно, конечно. Потому что необходимо понимать, что большинство людей из подрастающего поколения, они всё свели через Дом-2, вообще всю свою жизнь. И набор… Ну, я бы не обобщалась… И набор своих слов словарного запаса к разряду «эмочки-людоедочки». Я предлагаю не делать таких глобальных обобщений. Лично у меня мой личный опыт. У меня двое достаточно взрослых детей. Я смотрю на уровень их общения, на ту среду, в которой они пребывают, те темы, о которых они разговаривают, лексику в том числе. И я, например, довольна. Мне нравится, что они делают, как они делают. И, кстати, в очень большом количестве случаев они для меня являются учителями. Ну, ты знаешь, есть такая поговорка «С кем поведёшься, того и наберёшься». Ну, не будет сусадно. Я предполагаю, что сначала они всё-таки общались с тобой, потом они общались в окружении с высоты твоего полёта, а теперь пришло время тебе обраточку получать. Но я говорю, я же не сказал, что все. Я говорю, у большинства наблюдается проблема с донесением мысли, с донесением формулировки, вообще с формулировкой. И многих вещей современный молодёж не знает. Ну, не знает о том, что там хлебушек растёт, а потом из него муку делают, а потом из муки калачи пекут. Некоторые, как Перестукин, представляют, что булки растут на деревьях, нормально всё. И дальше всё будет сгубляться, если нам не прикладывать своих усилий. Ну, мы-то прикладываем. Такая категория людей была во все времена, и слишком печалиться об этом не стоит. Да, но только есть времена разные. Где-то один на миллион, а где-то тысячу на миллион, а где-то один в хорошей стороне там всё понимает, а почти миллион относится к другому уровню сознания. Поэтому времена разные, но соотношение, соотношение меняется. Были всегда, конечно, всегда. Давай дальше. Серг, вопрос эфир. Переезд в другую страну, например, США, сильно скажется на духовном развитии, в обучении быть богом? Не теряется связь с нашими богами? Ну, мы только что обсуждали другие миры, а тут всего-навсего переезд в другую страну. Да всё сказывается, конечно. Просто перемещение там на 100-200 километров уже влияет. Кстати, интересная формулировка «быть богом». До богов нам, наверное, очень далеко. Но творцами-то мы все стремимся быть. Чем проявляет себя переезд с места на место в какие-то новые условия? Среда оказывает на нас, безусловно, большое воздействие. То, что мы сейчас говорили о силах, силы есть везде. Но, вот как Анатолий Федорович отметил, всё единое, всё состоит из одного набора, из одного перечня свойств. Но количество этих свойств везде разное. И, соответственно, мы можем предположить, что среда одного места и среда другого места, как бы силы одного места и силы другого места, они могут качественно отличаться. И в этом плане, безусловно, среда оказывает на нас очень сильное воздействие. И перемещение в какую-то другую ситуацию, в другую среду, может оказать неожиданное воздействие. Оно может простимулировать какие-то наши развития каких-то наших там свойств и качеств. Может, наоборот, заглушить. То есть скажется однозначно. Но в плюс или в минус вот тут уже я не берусь что-либо утверждать. Вопрос, в какую среду человек едет. Потому что, я думаю, и в этой стране есть различные места, различные силы, различные группы людей с определёнными взглядами, и различные учителя с их возможностями и способностями. Ну а общее состояние среды. Ну, на сегодняшний день есть достаточно устойчивое мнение, что то, что происходит в нашей стране, по большому счёту, можно считать эталонным для развития душевных качеств, для развития духа, для развития в целом человека. Да, вот это обучение Богом, а ещё такое выражение, вообще трудно быть Богом. Не достаточно только обучиться, нужно ещё и этот статус поддерживать, находиться в этом состоянии, быть Богом. Далее. Аркадий Лысенко. Здравия всем. Вопрос в эфир. Как отследить блокирующие программы, программы, то есть страхи, на формирование нашего намерения, чтобы оно начало работать? Так же, как работать с важностью? Ну, видимо, со своей, что ли, важностью. Гордыня, может быть, здесь иметься в виду? Ну, я думаю, это из трансёрфинга у нас прилетело. Блокирующие программы и вообще любые отклонения в формировании намерений отслеживаются очень легко. И я об этом проговорила. Как бы коснулась этого вопроса. Тогда формируется намерение. Нельзя расслаиваться, нельзя раздваиваться, нельзя какие-то сомнения пропускать. Вот именно это и является деформирующим фактором. Оптимальное состояние для формирования намерения — это когда посыл души — «я хочу». И посыл сознания «я могу» соединяются. И вот это свитие, оно и даёт, собственно, чётко, ясную программу, как бы вот это вот нажатие кнопки включения. Если есть какие-то сомнения, какие могут быть сомнения, а душа не хочет. Вот сознание говорит, делай, всё правильно, всё хорошо, а душа говорит, да не хочу я. И всё. Вот тут вот начинается слабина какая-то, съезжание куда-то в сторону, и намерение не может проявиться. Или наоборот. Душа говорит, хочу, а сознание говорит, да ну да ты чё вообще? Да перестань. Чепуха какая-то. То же самое. И вот это вот внутреннее состояние, просто они, ну, может быть, не столь явными, но их нужно чётко отслеживать. Опять же, это зависит от нашего уровня восприятия самих себя, как мы себя слышим, насколько мы себя понимаем, да? У нас ведь голова очень часто занята не просто там какими-то мусорными мыслями и программами, а просто сбоит. То есть мы всё время съезжаем в какие-то трудности собственного восприятия мира. Что такое страхи? Да, это блокировки. И причём эти блокировки мы же сами себе, собственно, и приобрели там в определённых ситуациях. Как их отследить? Сомнения. Вот. Ну, по поводу важности это вопрос не ко мне, это вопрос в другой системе. Типа я не важничаю, ничего об этом не знаю. Хорошо, идём дальше. Джон, вопрос в эфир. Можно поподробнее про множество тел? Ну, можно. Я говорила о том, что структура мира, ячеистая, да, вот цитата Черняева, и плотность каждой ячейки, каждого ранга, она иная. Так вот, у нас потенциальная возможность проявиться в любом мире. Соответственно, у нас есть плотное тело, в котором мы находимся в нашем физическом мире. У нас есть не менее 16 тел, которые дают нам возможность проявляться в совершенно других состояниях. Ответил? Не знаю, если будет вопрос. Значит, не ответил. Если нет, значит, ответил. Хорошо, Дэн, вопросы больше уже принимать не будем. Дочитаем те, которые есть. Дальше. Кристина Прокопова. Вопрос в эфир. Доброго времени суток, Алексея и Марине. Разговор зашёл о тонких мирах и мире духов. Мне часто приходят умершие родные во сне и просят что-то из еды. Как делать помин и нужен ли он? Как верно чтить память предков и правильно их уважить? Благодарю. В рамке этого разговора не вполне понятно, почему упоминание вдруг пришло. и помин, и почитание память предков безусловно важны, нужны. На это есть определённый уряд. Ну, как бы, я не знаю, есть сейчас необходимость об этом говорить, как бы не совсем тема нашего эфира, но то, что почитание памяти предков является основой нашего родового обычая, это безусловно. Для начала надо просто вспомнить, что предки ведут себя очень просто со своими наследниками и родичами. Поэтому с ними надо также общаться очень просто, с уважением. Вот представь себе, что ты сажаешь за стол какого-то близкого человека и угощаешь его. Вот сделай то же самое с тем, кто уже бестелесный. Представь себе, что ты звонишь по телефону кому-то и говоришь добрые, ласковые, светлые глаза. слова. Вот так же и разговаривай, общайся, мысли с теми, кто ушел отсюда. Как будто бы разговариваешь по телефону, если не чувствуешь. А если к тебе обращаются во сне, ну, значит, ты избрана для того, чтобы какие-то их воли здесь проявлять или что-то, может быть, сделать то, что не было сделано. Послушай, выполни, послушай, выполни, но безумно тежно. Решите развернуть. Хорошо. Идем дальше. Ну, у нас, я думаю, будет передача как-нибудь, мы об этом поговорим более подробно. А сейчас так просто, ну, раз был задан вопрос, надо же какую-то дать простую практику, чтобы без ответа человек не ушел. Денис Давыдов, вопрос. Во сне возникает желание оторваться от земли. Денис, ты на земле спишь. И вот начинаешь, и вот начинаешь подниматься ввысь, но почему-то достигаешь определенной высоты и дальше уже никак. Это зависит от уровня развития своего сознания? Безусловно. У нас в определенном нашем состоянии есть соответствующий этому состоянию предел. И в состоянии сна или подсознания нам иногда приходят картинки, демонстрирующие либо текущее наше состояние, либо вообще рекомендации какие-то даже, что нужно, подсказки. У всех по-разному происходит, но я могу на базе собственного опыта сказать, что именно во сне происходят многие такие направляющие какие-то ключевые вещи, состояния. и если тебе показали твой предел, это говорит о том, что тебе нужно позаниматься какими-то определенными моментами, тебе нужно что-то поменять, потому что предела как такового у нас практически нет. Но продемонстрированный вот этот прочувствованный предел говорит о том, что ты чем-то ограничен сейчас, в текущем моменте. У тебя есть какой-то вот этот блок, с которым нужно поработать. И ты прорвешься, ты пойдешь дальше. Потому что вот это состояние отрыва от Земли это как раз состояние и есть расширение нашего сознания. Мы перестаем мыслить локально, мы начинаем охватывать всё больше и больше горизонт. Вот высота этого горизонта собственно и есть уровень развития нашего духа нашего сознания. Ну что ж, хорошо, раз угу, значит, переходим к завершающей стадии нашего сегодняшнего эфира. Я предлагаю тебе подвести жирную черту и поставить точку с пожеланием нашим радиослушателям и зрителям чего-то светлого, доброго, ну как всегда, чтобы душа развернулась и сказали вот это был эфир. Пожалуйста. Я хочу ещё раз вернуться к теме нашего эфира «Кон и силы» и заострить внимание на том, что наше понимание силы и стремление обладать силой чаще всего сводится к желанию обретения могущества, обретения возможности управлять силой. Мне представляется, что это не совсем правильный ход. И всё-таки когда мы знаем правду, когда мы входим в состояние творения, вот это должно быть для нас ориентиром, маяком, вот это должно быть тем магнитом, к которому мы должны стремиться. И уровень развития всех своих возможностей и способностей направить именно на это. Потому что всё, что мы сейчас говорим о текущем нашем состоянии, о состоянии страны, о состоянии нашим собственным, о том, что происходит вокруг нас, оно в конечном итоге сводится к тому, что ситуация какая-то неправильная. А в чём неправильная? Да правду мы потеряли. Поэтому движение к силе на сегодняшний день неактуальна. Давайте двигаться к правде, давайте её здесь проявлять. И в этом случае, и только в этом случае, вот это движение быть Богом, быть возвышенным, быть правильным, только тогда оно реализуется. Потому что могущество и управление — это приоритеты уходящего мира. А мы идём в новый мир, мы идём в тот мир, который должен быть справедливым, который должен быть построен по правде. Так что нужно сделать? Это в первую очередь эту правду высветить, проявить, утвердить и двигаться с ней и за ней. Вот на этом я бы завершила нашу передачу и пожелала бы всем присоединяться к нам, присоединяться к движению к правде, к свету и начинать это воплощать ежедневно. Ну что же, низкий поклон тебе, благодарность за то, что поведала нам сегодня. Также благодарю всех тех, кто участвовал в обсуждениях, кто писал вопросы, реплики. Так держать, друзья мои. Народнославянское радио всё-таки это когда народ участвует, а не когда кто-то откуда-то что-то разнарядкой нам присылает. Тем более, если учесть, что таких разнарядок мы не получаем. Поэтому без вас мы просто никуда. Я же могу от себя только добавить следующее, что сегодня по одному из современных календарей 21 февраля 2017 года среда. По одному из старинных 32-й день месяца юг и стужа 7526 лет осмится. Уроки мудрости, кон и силы. Такова была тема сегодняшнего нашего живого эфира автор-сказительница Марина Макарова. На этом я с вами прощаюсь. Желаю вам всего самого доброго. Увидимся и услышимся. Быть добру. Им добро. Народное Славянское радио. Пора просыпаться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова